Приятного аппетита, товарищи инженеры! Меня зовут Федор, вы на канале Федисплей. Это игра Факторио с настройками марафона Мира Смерть. В предыдущем эпизоде мы сделали поставку нефти сюда и немножко усилились по поездам, которые доставляют железо, потому что не успевают немножко тут привозить. Ну, надеюсь, сейчас с этим получше будет. Но сегодня нужно продолжить переделывать в нормальный, удобоваримый вид нашу фабрику. Так, я, пожалуй, вот этих ребят, наверное, отсюда уберу. В общем, первое, что я хочу сделать, это перенести производство шестерен в другое место, ну, конкретно куда-нибудь сюда. Так что это все можно сразу же, наверное, закопипастить здесь. Как-то вот так вот. Это надо убрать. Создаем блюпринт и ставлю я это, ну, чтобы ничего нигде не мешало. Оставлю я это вот тут. Вот, как-то так. Дроны сейчас все это соберут. Ну, а эти шестерни можно отсюда демонтировать. Черт, не хватает у меня мест. Лишнее надо убрать. Ну, ладно, это лучше сделать вот в таком виде. И это мы все отсюда убираем. Это тоже под демонтаж, чтобы сюда ничего не ехало. Это демонтаж у вас. По крайней мере, макарон чуть поменьше у нас будет на фабрике, потому что иначе тут какая-то вообще дикость просто происходит в этом плане. Так, и здесь у нас пойдет лента по одной половине ленты. Так, как бы мне тут сделать? Здесь лучше, наверное, вот так вот фигануть. Вот, и по этой ленте как раз-таки пойдут шестерни. Шестерни будут выгружаться сюда. И они должны идти по внутренней стороне. Вот это вот можно будет потом немножко... Так, почему здесь пакетником, а тут синим нагружается? Это все можно будет потом заменить на другие автоматы. Так, окей, эту всю радость поменяли. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пока что, наверное, оставлю как есть в плане... В плане конвертных лент. Ну, то есть 2-ту пущу. Сколько мне там суммарно? 6 террин понадобится? Пока не знаю. Первую и вторую параллельно. Пока что я не занимаюсь апгрейдом этих лент. Не до этого пока мне. Итак. Производство шестерен немножко восстановлено. Сейчас, в принципе... Что за атака? Ну, опять. Стенку мне атакуют. Блин, записывал и не записал название предыдущей серии. Ну, в тетрадку себе. Чтоб потом не забыть. Так, в предыдущей серии мы что делали? Нефть подключили. Записал. Ну, я... Для тех, кто не в курсе, пишу серии оптом, пачками. Иначе, если их постоянно, каждый день, там, по одной писать, это очень рутинно, это очень нудно. А пачками писать это гораздо удобнее. Ты пишешь пачку, успеваешь потом некоторое время отдохнуть, и потом опять с новыми силами, с новым энтузиазмом опять пишешь пачку серий. Ну, по мне так так удобнее. Поэтому я делаю вот таким образом. Записываю серии пачками. Соответственно, иногда бывают некоторые интервалы между выходом этих самых серий. Но тут... Уж ничего не поделать. К сожалению, есть вот некоторые минусы в этом плане. Так. Мне, наверное, такое количество рельсов нафиг не нужно. Оно занимает просто мешок лишний раз. Это можно убрать. Хотя я зря, наверное, так далеко их ставлю. Банки. Вообще, я думаю, что... Мне нужно увеличить количество дронов в сети. Строительных и логистических. Логистических поменяю до 500. Пускай делаются. На строительных. На строительных вроде пока хватает. 270. Но их можем 300 сделать, например. Вот так. Окей. С этим подразобрались. Столб. Где реально можно убрать. Что мне делать дальше? 12%. Мне нужна арта. Чем быстрее, тем лучше. Надо смотреть, чего мне не хватает. По продакшну. Здесь продакшн полный. Замена сборочных автоматов увеличит производительность... Так, у этого сколько скорость? Скорость 0.75. У желтого автомата 1.5, да, скорость? Где он? А, 1.25. Ну, тем не менее, все равно это будет быстрее делаться. Там рейты немножко поедут. Но это тут не особо страшно. Надо тогда сейчас смотреть, какие производства в первую очередь я буду наращивать. Наверное, все-таки сделаю конструкции малой плотности для начала. Потому что в них упираются производства желтых банок. Кстати, где они? Да, вот они. Раз нет конструкции малой плотности, соответственно, все остальное, весь стальной продакшн тупо стоит. Ну, вот что такое. Поэтому надо брать вот этот массив и просто его размножать. Он, опять же, требует медь, пластик, сталь. Так, как бы тут лучше сделать. И куда вообще выходят? А, конструкции идут сюда. Конструкции идут сюда. Давайте-ка тут немножко поменяем. Сделаем вот так. И ты сюда пойдешь. Конструкции тогда нужно на внутреннюю часть конвейерной ленты закидывать. Вот где-то вот тут лента пойдет. Сами конструкции будут производиться... Блин, мне вот этот херня кривая вообще не нравится. Надо применить тактику. Все круто, но переделываю. Ну и, соответственно, переделать. Так, ты идешь сюда. Здесь. Так, и так. А, эту дичь я уберу. А, в принципе, можно было сразу на эту сторону выгружать. Я вначале думал, что у меня, конечно, тут дальше шина не пойдет, но сама по себе, как таковая шина, конечно, не пойдет, но некоторая часть все-таки уедет. Так, здесь давайте сундук красный это отсюда уберем. Сейчас дрон должен забрать отсюда конвейеры, чтобы сделать синий лент. А я сделаю копипаст. Control-C. Карта. Кстати, по поводу продакшена 31 тысяч. Железо начинает приходит кончаться. То есть я сейчас железо даже без продакшена ну, понимаю то, что потребляю больше, чем произвожу. Железо. 89 и 98. Ну, это даже без продакшена. Понятно то, что идет вот такая разница, то, что я потребляю больше, чем произвожу, потому что у меня тупо здесь оно начало кончаться. Что здесь сейчас 26 тысяч, а до этого было там порядка 80. медь тоже, скорее всего, сейчас потребляется гораздо сильнее, поэтому даже если я сейчас поставлю здесь цех по производству конструкции малоплотности, все равно я упрусь в производство базовых компонентов. Ну, цех я, конечно, поставлю, но эффекта с этого какого-то сношебательного здесь вряд ли будет. Японский городок труба. У меня абсолютно по хрену, где он будет, нет. что-то лучше пониже. Практически по хрену, где он будет идти. Скажем, сюда. И, наверное, вот так. Чудесный уголь отсюда нужно поубирать. Нафиг он тут нужен. Чтоб не мешал. И взад. Так. Ленты все, естественно, я заменю потом. Они тут в таком виде не нужны. Окей. Сюда выходит компе. Конструкция малоплотности, кто не понял. Так. Вы. Вы. Ресурс я сейчас подам. Надо подключить электричество. Как-то странно. А, ну это перекосы пошли, потому что я тут два разных цеха подрубал. Ну, они по длине нечетные получились. Из этого такие перекосы. Значит, сюда пластик, сталь и пластмассовый брусок. Пластик по одной ленте. По ближней. А медь и стальная балка по дальней. Но тут все равно пропускной способности ленты не хватит. Так что, какая мне разница, что где пойдет. Но, тем не менее. Тем не менее, пластик у нас пойдет тут. сюда. Полную линию, к сожалению, не запустить. Хотя, если он и так идет по половинке, можно, в принципе, сталь иметь. Тоже без разницы, где пускать. Так, ленты. Надо, наверное, персональную логистику настроить, чтобы все вот эти вот желтые и красные автоматически дроны забирали. Чтобы задолбало их перекладывать. Так, этого вроде всего хватает. Значит, сталь, медь. Медь идет здесь, сталь идет рядом, только параллельно. Когда-нибудь эти макароны у меня кончатся. Я надеюсь. Реально. Блин, задолбывает. Так, сталь идет по внутренней стороне, соответственно, ее вот так в подземной забираем. медяха уходит сюда. Сталь идет ниже. Ну, иметь тут можно вот так направить. Ой, тупи тормози это называется. Слушайте, а чем мне мешает тогда ее ниже поставить? Все. Так, в принципе, норм. Весь излишек все равно там станки в себе забрали. Так, медяха тоже сюда. конструкции в целом. Все, поехали. Производство. И мне моментально перестало хватать меди. Тупо просто меди нет. Она не успевает доезжать, понятное дело. Сейчас тогда вот эти все витиеватые макаронины нужно заапгрейдить на синюю ленту. Ну, либо хрен знает еще какую-то линию с медью тут направить. Это, конечно, тоже тут все страшно. Это надо бы все переделать по-человечески, но не сейчас. Так, и вопрос. Смогу ли я оперативно клепать такое количество лент синих? Я думаю, что, наверное, нет. У меня проблема с шестернями. У меня проблема с шестернями. Шестерен не хватает. Но, с другой стороны, если сейчас сделать апгрейд, блин, ну, если шестерен будет хватать, тогда у меня железа будет не хватать. Одно за другое цепляется. Что такое здесь? Ага. Ну, тут надо идти уже делать оборону такую же, как тут. Да, не дотянул я до турели, к сожалению. Ну, либо хотя бы вторую стенку поставить. Хотя, здесь так-то это не расселение нифига было. Ой, не атака, это расселение просто. Не, не пойду пока сюда. Не хочу пока этим заморачиваться. Блин, вот тут уже гнездо обосновали. Паразит. Чуть-чуть попозже. Доня. Доня пришел опять со всеми здороваться. В принципе, можно заапгрейдить линию, по которой идет медь. Я думаю, вот такой вариант вполне, наверное, подошел бы. Но, тогда и здесь нужно разгрузку апгрейдить. И это, по большому счету, ничего не решит. печаль, беда. Ладно, можно начинать с малого. Вначале хотя бы просто вот это вот заапгрейдить, чтобы оно все на синий, на синий тир перешло. Дальше будем смотреть уже. Как только ресурсов будет хватать. Я пока, наверное, сюда обращу свое внимание. 11 тысяч. Медь кончается. По меди. Так, а на добыче сколько ее? Железо 4,8. Ну, здесь 55 тысяч. Тут железо в принципе норм, а меди. меди тоже до хрена на добыче. То есть, мы, по сути, производить не успеваем. Можно увеличить производительность, добавив дополнительные массивы. Ну, да, это, наверное, сейчас самый простой вариант будет. Давайте сделаем на железо. 2. На медь сделаю попозже, потому что сталь-то увеличили. Так, а здесь у нас блин, где-то сейчас 4 тысячи. Да, железо хватает. Не хватает просто производства. Но, я боюсь, что вот это увеличение сейчас приведет к тому, что мне придется еще дополнительное месторождение осваивать. А я пока еще не готов. это называется не понос, так золотух. Ну, в целом, если здесь провернуть, мне не получится. Просто, если я здесь увеличу производство шестерен, мне в таком случае нужно будет увеличивать подачу железных пластин. А чтобы увеличить подачу железных пластин, в принципе, через моноботов конечно можно вот это заапгрейдить. Допустим. Сюда у нас две линии по синим лентам пошло, так? Начнем апгрейд с малого. Идешь сюда. Синяя лента. Так, и здесь тогда надо сразу же наверное автоматы загрейдить. Сколько у меня автоматов желтых? Тут такая серия про апгрейд у нас получается. 50. Соответственно, я смело могу делать вот этот апгрейд и даже наверное один блок закопипастить сюда. Вопрос лишь в том, будут ли успевать синие манипуляторы на новых станках выгружать шестерни. Что я, честно говоря, не знаю. Ну и тут опять же уже шестерен стало хватать внезапно. грибы и жуки опять на расселение пошли. Ладно, сверху там дроны разберутся без меня, надо только обеспечить доступность. Доступность там есть. Тут массовая расстановка идет. Блин, может быть увеличить количество строительных дронов до трех сотен. Раз тут у меня сейчас какие-то глобальные строки постоянно идут. Тут что-то их слегка не хватает. Так, всего у меня дронов строительных 300, логистика 340. 341. Логистические до скольки там поставлен, до 500. строительные. Хотя, если много за раз не строить, то 300 строительных дронов этого хватает. В целом. На обслуживание всего вот этого сейчас они тут построят, чтобы мне сам туда не рыпаться. Я, наверное, все-таки займусь стеной. Блин. Ну, да, здесь, в принципе, есть возможность огнемета подключить. Тут недалеко. Взять с собой сколько там. Сейчас выложим все лишнее. Пока дрона здесь все собирают, это все равно не быстро. Я за это время успею стенку расставить. Ну, хотя бы частично. так, выложить нужно вас, вас. Вообще, в целом, для стен сундуки тоже не потребуются. Для стен мне нужны просто трубы. Рельсы тоже, наверное, не нужны. Нужны трубы, нужна добыча нефти и нужны, соответственно, сами пушки. лазерные у меня есть, огнеметные тирели у меня в наличии. То есть, все по большому счету сводится к добыче, которую можно скрафтить. Зеленую схему я делать вообще не хочу, никакого желания у меня нет. Так что, я их заберу сверху. Так, ед готова, один-два. Ну, тут всего лишь пять, так что, столько можно не делать. Четыре, вот пять. Ну, трубы сейчас заберем. Так, куча железа, хоть одевать. Тоже у нас кинуть в ящик. Посадки можно оставить. Наноботы мне нужны будут, это убираем лишнее. Лаз уберем. Бомбы тоже пригодятся. Все остальное можно стенами забить. Конструкции тоже можно убрать. Каркасы, мины пока не нужны. Может быть, там в будущем где-то потребуются. так, трубы, кривые, все. Помпа пригодится, и стенки. Стенки вроде в поезде, еще были там в неплохом количестве, но я заберу отсюда, с производства, пускай параллельно делаются. пози такой скорее НЗ. Хотя, сколько здесь вообще стен? Так, тут 300 и 400. 700 стен нужно. У меня их сильно больше. Ладно, стены пускай делаются, излишек. Я сейчас сюда скину к себе в заначку. Да, еб, в перный театр дайте выйти. Вот, что понадобится, это, наверное, столбы. Прямо в большом количестве. Столбов вечно не хватает. 100, 200, 300, 400. 1000 стен этого хватит. а столбы, что там у нас? Обычные столбы? 100, 500 тысяч миллионов нужно, обычных столбов. и большие столбы. Так, обычный столб. О, нормально, прям такой хороший запас. И не длинный, а высокий. Сюда. Что-то как-то бюджетненько получилось по материалам. Ну ладно, легче жить. так, сюда добираться, поеду на поезде. Пешком бродить неохота туда. ну пока там стенку расставляю, я надеюсь, а, здесь уже все расставили. Какие молодцы. Так, тут тогда надо надо сюда. Надо сюда. Ой, вот так. блин, здесь придется переделывать. во, вот так. И выход. Блин, тут тоже раком каком все. Здесь надо поставить балансер. наверное, 4 на 4 какой-нибудь. А это можно разобрать. Сейчас, возможно, будет временная просадка по железу, но это особой роли тут не должно сыграть. Так, что там? Долго разбирают дроны. Ну, летают медленно. Плюс здесь еще расстановка пошла. Итак, нефть в дите. Не в дите. Нефть качалка сделаю с зелеными модулями, чтобы поменьше копоти было. так, эту сюда, дальше столбы. Подключаем и осталось к большой линии электропередач подключить. Все, качалки заработали. Так, тут. Тут можно сразу, наверное, поставить балансер. Сейчас, где-нибудь подворовать его. Тут 4 на 4 наверняка где-то был. наверно. Я его, естественно, сейчас проапгрейзу. вот так. И ты идешь сюда. Дальше. Ой. Ты сюда. Блин, приходится шифт зажимать не очень удобно. Чуть позже можно будет все это на синей ленте проапгрейдить. Хотя синяя лента тут нужны только когда у меня массивы появятся с маяками, а маяков у меня пока что нет. Все. На этом можно пока забить болт и заниматься стеной. Значит, стена. что-то далековато придется помпу ставить. Помпу плюс бак. Так. Помпа будет качать до тех пор пока в баке. 25 меньше так пока нефти меньше двух 500 чтобы 10% было в помпе наполнения. Здесь блин, тут придется либо стенку новую ставить либо как-то сдвигать мой блюпринт потому что в некоторых местах туреки просто будут не попадать в это все дело. ну либо сделать следующее берем короче блюпринт красный и тупо вот это все выпиливаем со столбами там конечно некоторая фиаско получилось но я сейчас линию переподключу напрямую ну и маяк нужно будет переставить фу не маяк а радар сюда чтобы здесь стену сейчас не замочили как Кащея окей сетку сетку можно убрать ну тут в принципе довольно быстро мне нано-бот позволит все расставить так 3 4 и тут понятное дело чтобы 20 раз не кликать все сейчас главное просто пробежать надеюсь у меня хватит и пушек и всего остального блин забыл знаете что а здесь второй стенки и нет надо тогда вторую стенку я не помню на каком она расстоянии была но ее можно вот так сделать это скорее всего максимальная которая с руки дотягиваются по сути сейчас задача сводится к тому чтобы взад-назад сбегать так здесь грибы на деревья в таком в ручном режиме конечно время некоторое тратится но я думаю так быстрее чем я буду автоматику какую-то расставлять неделю все собирать ждать пока дрона соберу пока они расчехлятся пока они там отглючат от того что там сверху они там тупят проще вот так руками пройтись благо стенка собираются очень быстро такой light вариант но на мой взгляд это прямо оправданное решение вот так вот делать в любом случае гнезда выпиливаться будут через форт форт будет ставиться впереди этой стены и агрить на себя всю эту толпу ну по крайней мере таков план не знаю конечно насколько план сработает так что у нас здесь великолепно просто две две ячейки забыл поставить ну или дрона там как-то затупили и все 9500 а где так все жжется я думаю что надо здесь тоже заказать два массива медных 1 2 ну и здесь сразу же пойдет развод ты сюда так тут 1 2 1 2 вот так страшно выглядит да давайте так сделаем вот и выход нужно будет сделать точно так же через балансер но я это сделаю наверное уже в другой раз что-то я тут притомился как раз пока буду стенку вот это отстраивать соберу еще и балансер ну или может быть балансер вообще руками соберу потому что дроны очень-очень медленно все это делают но на сегодня серию буду заканчивать сегодня сделали в принципе важные вещи стенку построили например ну и у нас потихонечку исследуется артиллерия 20% уже исследовано сейчас побыстрее пошло потому что поставили здесь производство но видите не хватает меди медь нужно усиливать усиливать производство базовых ресурсов вот такими вот методами пока что это все не очень эффективно потому что у нас нет маяков и красных модулей но маяки красные модули будут только тогда когда у меня будут бесперебойные поставки главное стабильные руды а у меня пока руды нет потому что я ограничен очень сильно жуками сделаем артиллерию отстреляем жуков отсюда и можно будет поставить несколько месторождений дополнительных и переходить уже на модульное производство ну в смысле на производство с модулями но это все уже в следующие разы на сегодня все всем большое спасибо за просмотр и до скорых встреч всем покеда